слава иисусу христу слава навеки богу святому приветствую всех друзья братья и сестры сегодня воскресенье у нас и сегодня еду на служение сейчас должны приехать уже брат должен приехать один из церкви на святише святыня еду туда в гости давно уже не был я в общем-то уже неоднократно проповедовал там это друзья мои старые добрые друзья слава богу вот и эта церковь она наверное известно тем что собирается в доме художников во-первых узнаваемо легко вот и пастором там была софия тимофеевна жукатанская вот обычно поэтому собрание до служения сейчас там пастором сергей пастор сергей убогов вот и буду у них на собрании предпасхальном таком ожидании сегодня у нас получается второе nissana 5778 года и в таком предпасхальном ожидании конечно буду сегодня как раз говорить именно об исходе вот а предстоящей пасхи вот и конечно провожу и занятия такие провожу и вот беседы в этом году провожу такие прямые включения каждый вечер в 6 часов вечера беседы так и называю их предпасхальные беседы и вот в этих беседах тоже отвечая на вопросы рассказываю тоже и из истории христианства примеры привожу из истории израиля потому что пасха это праздник действительно такой глубочайшими корнями историческими вот и еврейскими и христианскими уже за 2000 за два тысячелетия насчет христианстве тоже сложились уже свои традиции определенные своя культура пасхальная вот и в западные церкви восточный и в общем-то в африканских церквях сложились свои культуры уже определенные такие пасхальные предпасхальные вот и здесь в украине предпасхальные как раз вот приготовления также в традиционном православии грехокатолическая также церковь здесь пост великий пост держат вот в нашей церкви нет такой традиции таких многодневных постов но есть само это приготовление ожидания вот и конечно наша пасха христос именно это главное послание которое я хочу донести сегодня также на служение в церкви святой святых да на святише святыня это же послание хочу донести и доношу вот по мере сил и вдохновения на вот этим предпасхальных беседах каждый вечер 6 часов вечера подключайтесь по киевскому времени 1800 получается 17 по московскому и подключайтесь с россии подключаются с украины с разных стран подключаются люди вот вопросы задают слава богу и сегодня исход совершается исход из царства тьмы в царство возлюбленного сына божьего иисуса христа совершается великий исход через божественной кровь иисуса христа как тогда в древности на косяках домов была кровь агнцев сегодня кровь иисуса христа как именно агнца божьего действительно это совершает чудо божественное чудо исхода слава богу и и тогда был моисей сегодня сам маше сам христос сам иисус христос он является действительно нашим исходом наша пасха христос написано заклан за нас и в общем то кульминационно сейчас пока пока ожидающих часть еще есть минут пять нами где-то до подъезда подъехать брат как раз вот звонил и знаете конечно много свидетельств есть на эту тему исхода я собираюсь сегодня тоже в таком внутреннем таком волнении знаете ли собираюсь сегодня тоже говорить о своем свидетельстве своего личного исхода выхода из царства тьмы о своей пасхе потому что каждый верующий переживает действительно свою пасху переживает пасху как-то по особенному как-то как-то по ну и у бога как путь каждому из нас каждому сердцу свой особенно сегодня вспоминал я как раз и не только библейском исходе совершал сегодня сегодня вспоминал о исходе тоже и нашего времени и о последнем исходе размышлял вот я думаю что бог позволит во времени чтобы все это поделиться этими переживаниями этими размышлениями с церковью сегодня вот даже если не все получится донести то в духе будем договорить божьем духе пусть это будет действительно от сердца к сердцу будет перелита излита вот и пусть свершится вот это чудо слава богу добрый день и когда в преддверии пасхи рассуждаем об исходе действительно исход это чудо не только прошлого не только сегодняшнего дня но и будущего а последнем исходе тоже размышлял я вот последний исход который свершается даже есть такая маленькая собачка маленькая такая голосистая слава богу так что все наверно уже приехали да слава богу благоставляю всех вас вообще когда ниссан начинается месяц ниссан то действительно вот особенный трепет особенное переживание ведь недаром бог сам сказал да что месяц сей да будет у вас началом месяцев всего года то есть действительно вот новолетие такое ну не навалить а как стать да и новомесячие да и начало отсчета месяцев всего года в тем самым бог показал видимо действительно всему роду людскому евреем и неевреем всем что он есть бог свободы и что действительно его именно воли если себя освобождение кого сын освободит в новом завете говорится как раз об этом будет по-настоящему свободным человеком слава богу шалом мир всем благоставляю всех нас